А вот есть истерия, ноги наоборот горят. Если ноги горят, значит, что тогда делать? Тогда уже лучше, конечно, такие прохладные компрессы сделать. Просто на простотрях смочить и обмочить. А и ноги горят, они, наверное, горят летом или когда? Всегда, когда спать ложится. Всегда горят, да? А руки нет? А руки нет. Нет, а ноги именно ступни. Ступни. Вот именно ступни. Ступни, да? Да. Вот и есть такие, конечно, особенности вещей, но это уже не должно быть. Несколько неправильное распределение энергии в районе. Но тем не менее, значит, вы просто-напросто можете хлопчатурмажной носочкой намосить в воде, если это холестон, одеть на ступни ног, сверху на лопановый пакетик, и сверху еще там носок. Ну, попробуйте так, хотя бы пересток, чтобы она так не жжет. У меня такое иногда бывало, я знаю. Сухость и холод начинается, значит, просто-напросто надо смазать, тело, вернее, зажить вот эти вот места, просто-напросто тем же оливковым маслом. Не кремом там, а вот именно оливковым маслом. Попробуйте немножечко сало есть. Сало не ездить? Елай, елай. Немечко сало покушать. Очень хорошая вещь. Потому что, смотрите, в тех местах, где-то через первую полную сухость, ну, допустим, пески мосты, чем они питаются? Они питаются тюленем жира. Да? Почему? А оказывается, это не столько, он будет питать, как скользко, как будет препятствие высыхать. И когда альпинисты идут в горы, где холодно, вот такой холодный, такой сухой, они берут в качестве самого лучшего продукта для них, это сало. Сало соленое значит, теплоту дает и препятствует высыханию тела. А вот под тем, что у меня на куст, вот много пишут про пяточные шпоры. Это тоже вот с солью лечится горячей? Пяточные шпоры там несколько иные. Это говорит о том, что идет неправильный обмен веществ. Неправильный обмен веществ, я обычно использую, значит, что там на... Сюда просто-напросто добавляет, вернее, это там... Используют такие жгучие вещи, как там желчь медицинскую, но она там может и пятку там вообще-то сжечь. Поэтому надо очень оскорбовать. Вот. Для того, чтобы пяточную эту шпору, необходимо... Ну, прежде всего, значит... Это у вас или у кого-то? Это у меня. Это у вас, да? Вот сразу тогда задавали человеку, а что вы любите есть? Ваш ДНР рацион и что именно? Я люблю есть, потому что я люблю... Я люблю углеводные продукты. Углеводные продукты, да? Кашу. Кашу, да? Креплю. Не, ну, ем, в принципе, все. И молочные... Ну, я вот почему-то подумала, что это не зависит от работы почек в яночной шпоре. Ну, это не столько от работы почек зависит, это больше зависит от работы печени. Печени. Вот, потому что именно в печени совершаются все обмены веществ в лошадке. Что? Очищать печень. Вот. И что касается вот чистки печени, существуют различные, значит, элементов, варианты. Вот. Чтобы вы опробовали, значит... А на какие продукты упор-то делать? Не пойму? На какие продукты делать упор-то лист? А вы знаете, вот что именно углеводы вы из углеводов прочитаете? Макароны или именно каши или вот что? Я вообще все люблю. Хлеб. Дело в том, смотрите, вот вроде бы хлеб с вну голова. Это очень хороший продукт, на котором, так сказать, нация там росла и будет там расти. Но что получается? Когда выращивают хлеб, его надо так хранить, в первую очередь. И оказывается, если он цельный, он начинает запортиться. А цельный хлеб – это оболочка, это зародыш и это крахмал. Лучше всего, оказывается, его хранить в виде муки. Удаляет оболочку, удаляет зародыш, то есть удаляет микроэлементы, которые нам нужны. Удаляет витамины, которые свяжутся, зародыши. И выбрасывает спирнат, получается как-то крахмал, на который требуются вот эти различные вещества, чтобы он нормально переводится. И получается, что вот эти вот все продукты, которые мы употребляем, хлеб, выпечка и так далее, и тому подобное, они начинают неплохо приятный хлеб. Вот если бы вы цельные каши приели, я думаю, тогда совсем подробно не у нас. То есть цельные ракеечки, то есть желательно не обвернулось, да? Цельные там, ну, рис тоже сейчас не найдешь, но рис. Цельные вот, первая свечка эта, да? Что? Абвес. Абвес. Цельные, цельные. Чтобы только целиком вот это цельно. Попробуйте вот так вот поработать. Ну, что там почищено. Ну, не геркулес и не... Да, геркулес не пойдет. Вот это взорвано зерно, оно может и храниться-то хорошо, но что касается полезности, оно уже не такое полезное, как хотелось. А геречка концертная, что это такое? Ну, она тоже слегка там гущённая, да? Зелёная как это? Ну, вот именно зелёная вот и... То есть коричневая это плохо? Она там обжаренная что-то немножко? Нет, если она обжаренная... То есть коричневая. А коричневая бывает коричневая, а бывает светлого цвета. Ну, лучше казаться светлого цвета. Дело в том, что когда всё это обжарено, оно, может, всё-таки не то. Нет, ну, это понятно. А вот бывает совсем светлое, это совсем как-то хорошее, то есть лучше, да? Ну, я не знаю. Я вот, она такая, как бы сказать, я понимаю, не обжаренная. Она просто такая тёмненькая, и жена готовит кашу, ешь и нормально. Это когда её, понимаете, поджаривают что-то, хотят сделать с неё. Ну, а главное, чтобы она не была там вражаренная. Вот почему её, допустим, вот делают, опять-таки как говорится, как-то обрабатывают? Для того, чтобы просто она хранилась. Потому что всё у нас, вся пища, да, она портится из-за того, что ферменты, как только есть ферменты, они начинают бродить и всё это портится. Если у нас, говорит, нету их, значит, тогда всё это сохраняется. Из-за того, чтобы сохранилось, вот... Ну, говорит, вот посмотришь на эту цивилизацию современную, она делает всё, чтобы уничтожить человека, к сожалению. Продукты должны храниться. Продукты должны выращиваться буквально-таки по мгновению этой палочки. Раз, и уже этот телёнок превращается в быка. Соответственно, со всеми этими там лекарствами и прочим, прочим. То есть всё ведётся к тому, чтобы вот... Убить человека. Да. И потом мы удивляемся, почему столько болезней, почему столько сил. Ну, знаете, я даже... Почему ферментированный, да, нормально будет. И ферментированный там, и чёрный, и зелёный, только его надо, опять-таки... в меру употреблять. Почему? Опять-таки, там содержатся вяжущие вещества. Вяжущие вещества, вот смотрите, сосуд, да? Сосуд травеносный. Вяжущие вещества, которые идут по сосудике, они доставляют его черствить. И люди, которые любят чай и многое выпить, у них сосуды становятся черствыми. Они перестают потом реагировать на расширение и сжатие. Расширение, там, давление повысилось от последней, понизилось там, либо человек поволновался, либо не поволновался. Вот. От обилия этого чая начинает страдать. Более того, даже сердце, как орган, который качает кровь, он из-за вязкости, вот которую страдает вот этот, да, он уже хуже. И, как правило, у людей, которые чефирят, у них начинают возникать проблемы с сердцем. Это чтобы черчить, да? А зеленый? Ну, зеленый, чрезмерное количество чтоб не было. Знаете, какой чай лучше всего для сосудов? Для сосудов лучше всего чаи, в которых нет вот этого черпуха, у куста. Нет, или он маленький. Это, как правило, наш порыж. Польной хвощ, пивая чай и другие травы, которые... Травильные, да? Да, травильные чаи, которые делают воду мягкой. И, наоборот, промывают. А зеленый чай тоже влезет? Большие количества. Я говорю... Если немножко этого чайка выпили, я помню... В Перниров-нагере, я пил с удовольствием этот чай черный. Потому что у нас вообще дома особо этого чая там не было. И мне он там нравился. Ну, я стаканчик выпил. Я говорю, а ты ешь же люди, они пытаются... А японцы, да, у нас только зеленые блюда говорят, что... Китайцы тоже. Вот эти тоже. Ну, дело в том, что у них маленькие там чашечки. Зато подушечки. Ну, терпеть я особо все-таки не знаю. А цикорий? Цикорий хороший чай. Цикорий хороший чай. Он, значит, больше влияет, будем говорить, на печень. Он больше влияет на... На зрение. Положительно влияет? Цикорий, да, хорошо. Положительно влияет. Из него готовят и кофе. Ну, опять-таки, я говорю, вот... Вы знаете, чрезмерно ничего нельзя употреблять. Чрезмерно. А в каком виде цикорий? Там сухой есть? Цикорий... Цикорий уже заранее... Его так... Вам говорит... Это идти надо копать. Я помню, он сам ходил, там выкапывал, там, потом сушил. Вот, он уже есть заготовленный. Можно его взять заготовленный. И просто-напросто заваливать. Заваливать лучше всего его в термосе. На свободе. Без перерыва. Идет. Ничего... Не выставил. Выдерживал. Или мы еще... Смотрите, у нас уже практически... Тут мы двенадцать часов. Еще нам час. Перетопнем или еще будем? Полчаса еще. Ну, давайте... Давайте... Давайте мне... Смотрите... Полчаса так... Полчаса... Полчаса... Ну, все... Видак, мы обратились. Ну, да. Потому что я знаю, что это все-таки... Какая-то... Вот, если... Капитально рассказывать... Я говорю, говорит... Вот... Написал... В первую очередь это надо там прочитать. Далее, значит... Как-то оно должно отложиться... И в третьих, понимаете... Когда я сам начал заниматься... Я столкнулся с тем... Что... Вот... Одно и то же средство... Я отвел в клуб «Здоровье», да? Оно... На одну человеку прекрасно действует... А на другую никак. Я вспоминаю Толика из Вани. Он говорит... У него есть главная конституция витвенной... Маленький какой-то человек. Он говорит... Я люблю... Погоду... Осеннюю... Влажную... Такую... Теплую... Я прекрасно очень чувствую... А другие... Полные... У них и так... Избыток... Влаги... Они говорят... Я не люблю того лета... И так далее... Вот... Я говорю... Я думаю... А что они не любят? А мне так хорошо... Я молчу там... И он вот эта... Маслица использует... Я как ему рассказал... То есть... Понять... Пропустить... А то действительно... Как только нагрузишь... Информация... Это самый трудоемкий процесс... Который... Ну... Существует... Мне еще отец говорил... Легче там лопатой где-то там... Покопать... Нежели вот... Поздавать... Ну что... И то я ведь это рассказываю... Чисто по-детски... Вот вот... Объем... Да... А еще знаете... Вот так вот скажу... Немножко нагружу вас... Вот... Вот... Объем... Объем... Он... Поддерживается... Вот... Доложители... Почему... Они... Доложители... Как правило... Они не толстые... Они не худые... Да... Они где-то нормальные... Почему? Потому что у них... Сбалансирован... Объем... В котором идут... И циркуляторные процессы... Нормальные... И... Теплотворные... Нормальные... Вот этот... Сбалансированный... Объем еще... О чем говорит... Поддержание... Объема... Зависит от... Энергии... И времени... У них... Много... Энергии... Времени... Которое... Этот... Объем... Поддержит... В стабильном состоянии... То есть... Он особо... Знаете... Там... Ничего... Не опустилось... И... Понимаете? Вот еще... А кстати... Как одно... Интересное... Тут есть какое-то упражнение... Может вы это слышали... Из... Степетской гимнастики... Называется... Вот... Порство... Шесть раз в одну... Скоро... Да... Раз... Скоро... Шесть раз в другую сторону... Скоро... Скоро... Что тут такого... Что... Оно... Может... Способствует... Доволителю... Вот... Как это... Соотнести... А если мы берем... Объем... 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 Да... Объем... Поддерживается... Вращение... Понимаете? Вращение... Поддерживается... И даже... У нас... Вот... Вот... Доволителю... Которые тут есть... Да... Указываешь... Что есть... Вращение... Да... Вот... И мы... Подкрутили... Туда... Подкрутили... Сюда... Потому что... Чтобы получился объем... У нас и правая сторона... И левая сторона есть... Мы вот этим вот... Шесть раз... Подкрутили... Сюда... Подкрутили... Шесть раз в другом... Подкрутили... Оказывается... Если отсознанно сделать... Это уже достаточно... Для того... Чтобы... Наш... Объем... Не распадался... Потому что... Вот почему... Когда... Объем... Знаете... Он... Четкий... А когда он слабее... Вот это вот... Он становится таким... Точно так... Что наше тело... Начало... Мышцы... Все... А потом... Все это... Требелевит... В таком... Становится... Значит... Что я хотел вам... Как бы сказать... Не домашнее задание... А домашнюю рекомендацию... Которая способствует... Она простая... Но она уже способствует тому... Что... Вы будете лучше себя чувствовать... Или где-то даже... Может... Немножко... И жизнь... Так... Вот вы... Проснулись... Да? Глаза не открывайте... Проснулись... Сначала... Представьте рану... Ну... Это трудно вообще... Представить... Но... Старайтесь... Не с первого раза... А с десятого... С двадцатого... Представляете... Как только у вас... Вот это... Хотя бы... Вот так... Я... Представляю рану... Уже какая-то картинка всплывет... И уже... Настроение у вас... Улучшится... Что такое настроение... Улучшение настроения... Это говорит о том... Что у вас... Энергии стало больше... То есть... По каким вещам... Ориентироваться... Что с вами происходит... Значит... Улучшилось настроение... Улучшилось настроение... Немножечко... Значит... Энергии стало больше... Это... Такое представление у вас... Займёт... Всего... Начинается... Там... 15 секунд... 30 секунд... Вот... Начинается... Там... Попорше... Далее... Ну... Значит... У нас... Помимо... Физического тела... Есть энергетическое тело... Все это... Вот эта циркуляция... И... Она... Значит... Как бы сказать... Переключается на пальцах рук... На пальцах рук... Поэтому... Вы... Раз... Покрутили... Себе... Сам... Себе... Пальчики... Раз... Этот... 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 То есть... Ручки... Ножки... Обязательно... Так... Значит... Смотрите... Даже... Щёлкает... Вот так... Раз... Это... Хорошо... А... Смотрите... У нас... Вот этот... Сустав... Да? Сустав... Он на полную шипность... В нём есть суставная щель... Вот... Вот эти... Две костяшки... Да? И как правило... В нашем... Уже... С Вами... В возрасте... Хорошо... Молодых у нас нету... Люди... Даже... По-моему... Я молодая... Сколько... Ну... 64... Ровесники... Нету людей... Сорока летнего... По-моему... По-моему... Да? Которым... Это... Это трудно... Даже... Непонятно... Смотрите... Что происходит... В нашем области... У нас... Вот... В этой щели... Значит... Вот так... Костяшки... Костяшки... Пальцем... Костяшки... Вот здесь... Вот... Локти... Вот так... Прижаты... И когда мы сплавы... Слегка... Вот так вот... Выкручиваем... Мы их раздвигаем... Тем самым наполняем щель... Вот этой вот... Жидкостью... Суставной... Она оказывается... Я... Знаете... Думал... Что... Она там должна постоянно находиться... Как смазка... Оказывается... Ничего подобного... Мы проснулись... И там и смазки нету... Как только начинаем двигаться... Появляется эта самая смазка... Потому что... Знаете... Они встали из машины... Или вообще встали... А... Я тут... Пока расхожусь... И потом... Нормально только поясню... Оказывается... Вот этот... Феномен... Только за 10... А тут мы с вами... Раз... Опа... Сделали... Да? На руках и на... И более того... Интересно... Какое упражнение вы мне показали... Значит... Смотрите... Дальше... Чтобы вот это растянуть... Значит вы... Берете... Вот так вот... Первый... Баба... Анна должна очень быстрее у вас... Оп-па... То есть растянуться... Может даже еще... Оп-поп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп... Да... В активомии... Вот... Причем... Оп... Знаете... Как отбрасывается... О... Аж даже меня отбрасывают... То же самое с ногами... Вы... Пальчики... Не стесняясь себя... Покрутили... пошел крылья, ступню, там очень много косточек, если ступню у нас здоровы, у нас здоровы почки и даже позвоночник, если ступню у нас там у нас, как правило, почки страдают, и все такое, и потом, знаете, промассажировать, знаете, что еще получается, из-за того, что вот это вот мышцы подсыхают, они начинают тянуть спину и болит спина, и многие думают, что я сейчас спину буду растягивать и так далее, и ничего у них не получается, они там спину делают, стирают, а как она болела, болела, надо вот это растянуть, и даже вот здесь вот надо, вот завтра, наверное, мы еще просто проделаем практические занятия, там покажу, где там те, и где там все там, чтобы каждый там, ну, у кого что там есть, он отдал, что это плечевой массаж, да, потесы, и то же самое ногами, па-па, 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 чтобы у нас вытянулось, ну, полистик, легонько, легонько сначала, а то вам не улетело, да, ну, и, знаете, сразу, и, смотрите, вот это мы потянули, и потянулись в постель, сделали раздражение всего позвоночника, сделали, да, далее, живот, жизнь, тут у нас проблем, непочатый кран, кого они возьмут там немножечко-то, везде оказывается в кишках имеется спазм, болят, спазм имеется, значит, что это плохо работает, вот знаете, как возникают, ну, это я тут себе задаю вопросы, и уже мне подмечают, вот существует сахарная линия второго типа, а существует сахарная линия первого типа, и он, как правило, у молодых людей, у детей-то тут, у людей и детей, что происходит? Вот вдарили его, допустим, по животу, или он может просто-напросто испугался, и что, вот эта вот подживуточная железа, вот такая, знаете, вся в сосудиках, она спазмировается, и начинает, если ее, как бы сказать, не размять, если допустить, она начинает хуже сложаться кровью, и, как бы сказать, усыхать, меньше вырабатывать сахар, все, то есть у молодых людей, и детей, просто она не может сахар вырабатывать, если у поживых сахарная линия второго типа, из-за того, что они едят, там у них слишком мало, ну, сладкая пища, там просто не справляется, то этих срахов, вот эта вот спазм возникает, а вот когда у кого, и тут мы просчутываем спазму, боль возникает, и тут мы, желчные продукты тоже сжаты у нас, и тут где-то кишочки, и тут, и тут, и тут, и тут что-то тут по женской части, и тут что-то по мужской части, ну, по мочевой, или еще, и мы их только раз слегка проработали, буквально-таки 2-3 минуты размянули, потому что сначала очень больно, вот придете домой там, завтра прослете свой, поделаете, вот, на следующий день еще, уже боль начнет уходить, 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 и все, кишечник заработал лучше, все здесь заработал лучше, от этого заработает лучший ресторанин. Вот такое вот, как бы сказать, не задание, а рекомендация, как просыпаться. Верегание, ну, это уже позволит вам избавиться, смотрите, а от особого боли там в спине могут пройти, да? Дальше, значит, почувствуйте больше ныри, как-то стало. Вот это простые вещи поделали, раз, как-то больше ныри стало. С животом, значит, ну, это как бы долгосрочная перспектива, вы начнете, как бы сказать, меньше, меньше стареть, а этот процесс сдерживать. Потому что как только здесь предстоит нас варить, хорошенько все у нас развлекает. И вот эти вот боли, они, понимаете, спазмированные, они, как бы сказать, потихонечку что-то там отбирают, 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 а мы и не знаем, ходим там, и не смотрим, что там у нас есть, что там. Вот такую вот, как бы сказать, задание, рекомендацию, что мы сделали. Вот про электрические пимплицы, а это при аритмии, вот от чего это, вот эта аритмия, сейчас возникает, вот эти вот пропадают они, вот их туда, и еще. А знаете, от чего возникает аритмия? Вот аритмия, от чего это возникает. Сейчас, вышли, да? Вот, вот с удовольствием, мы с вами сами. Вот смотрите, мы даже и не подозреваем, что спина может быть, вот я не буду, там еще, как скажете, больно, там не больно. Я так не пытаюсь вам сделать, но нормально. Нормально, да? Да, нормально. Все хорошо, да? Может, это штука мешает? Ну, давайте я сбросил эту штуку. Ну, вот. Смотри. Смотри, у меня шея вот эта болит, я-то. Шея болит. А вам, так по лицу видно, что вам больно. Боль дошла. Да. Я не пытаюсь больно делать. Я счастлив. Вы знаете, что происходит? Что происходит? Чтобы человеку показать, где его проблемы. Вот, смотрите. За греем напряжен ужас. Ужар. Я даже не понимаю. А когда здесь, вот это, аритмия, если, смотрите, что... Смотрите, что... Он расслабился по голову. Если немножечко он расслабился, расслабился, не будет зажима вот этих нерв. Ну, смотришь, а людьми исчезло. Как только он опять что-то вот зажался, она появляется. А что делать такой массаж самим как-то? Самим как делать, да? Что делать, какие-то? Значит, сейчас, 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 сейчас. Зачем это просить? Я, вот, месяц назад, на поле, и сделали мне чинный этот лечевой массаж как раз. Да. На следующий, через полгода. Вот я жду в чинный, вот через... Нет, 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 нет. Смотри, что можно сделать. Попробуйте вот эти санимые нагревания. Тут, скорее всего, можно даже изоочтожить, да? Изоочтожить? Все, ничего нет. Нет. Потом, смотрите, вот здесь вот, мы можете сами себе делать. Я сам себе делаю. Вот нащупываете вот это какое-то, как уходит внутрь, ну, ну, у вас, ну, есть. Тут, тут, вот. Там есть такие можно. Ну, хорошо, хорошо. Да, я знаю, знаете, некоторые люди живут вот с болями, не думают, а голова должна быть. Должна быть и болеет у вас, а когда она ищет это, они удивляются, а кажется, нужно и так жить, это может. А вот тут ничего такого. Чуть выше. Вот здесь. А это уже вы с вами можете нащупать и проработать. Вы знаете, как проработаете, и вы подщупите. Ну вот здесь вот. Короче, вот здесь вот. Можно, можно, значит, вот какие-то прогревающие вещи. Погладить, конечно. Смерть. 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 Тело наше отвлекается очень быстро. Оно хочет как-то сразу любви, хочет. Понимаете? И вот так вот сами пограли и так далее. Оп! Грустить в микрофон. Грустить. А знаете, что еще делать? Сделать такую клювку и вот так вот. И можете попробовать из солевых. А вот здесь вот, вы можете прекрасно разобрать. А где там это место? Да, это место. Это место. Смотрите, оказывается. Спасибо. Пусть спиной повернется у человека. Покажите себя. Потом и не... У него волосики. Просто я... У мужчины надо... Вот смотрите. Оказывается, вот вот тут. У мужчины... Они... Они... Крепятся... Аж вот сюда. Понимаете? Где крепление костей и связка, вот там возникают в основном, знаете, вот эти тяжи, это вот этот черствень. Девчонки? Чего у вас как? Все нормально? У мужчины покажем. У мужчины покажем. У мужчины голова. У мужчины. У мужчины. У мужчины.